В городе Видное на стадионе «Металлург» состоялась вторая домашняя игра нашего мотобольного клуба с одноименным названием. На этот раз видновским спортсменам предстояло сразиться с игроками команды «Комета» – станицы Кущевская Краснодарского края. Обе команды были хорошо подготовлены и нацелены на победу. Но победа досталась лишь одной. Все подробности этого матча в репортаже Юлии Пагасьян. С самого начала матча игра задалась ожесточенная. «Комета» вышла на поле с явной целью победить. Вратарь видновского «Металлурга», по мнению судьи, зашел за линию поля. И вот он шанс – штрафной удар за гостями из Южного края. Открыли счет игроки из Кущевки. Но наши ребята приняли настрой «Кометы». И первый тайм закончился со счетом 3-1. Я думаю, это сильно не повлияло на конечный результат. Я думаю, еще он увеличится. Это сейчас 3-1 после первого периода. Я думаю, еще будет счет больше, улучшится. После тренерской установки, которую игроки выслушали во время перерыва, команда «Металлург» вышла на поле, точно зная, как дальше играть с противником. Победа и только, ведь наши ребята не привыкли проигрывать. «Металлург» всегда борется за первое место, за чемпионское звание. Поэтому, я думаю, этот год тоже, надеюсь, не будет исключением. Тем не менее, как говорят у нас, мяч круглый, поле ровное. Все может быть. Но, я думаю, претендовать будет. Вот и патовский «Колос» может бороться за чемпионское звание. Объективно я говорю. Больше за первое место, кроме «Металлурга» и «Колоса» вряд ли кто сможет бороться. Сильная жара. На такой температуре сидеть тяжело. Болельщики раздеваются на санцепёке. А мало того, что играть. Но игроки играют и показывают ожесточенный матч. «Мы выехали сначала чуть расслаблены. Жара ещё дала себя знать. Сейчас в перерыве сконцентрируемся, исправим ошибки. Достаточно упорный. Кучок всегда был непростым соперником. Не просто с ней. У неё вязкая игра. Как бы нам непросто. Сейчас у нас просто капитан команды чуть травмирован. Антон после травмы только восстановился. Тяжело они тренировались. Тяжеловато. Я думаю, сейчас всё станет на свои места». Уверенность в своих силах не подвела «Металлург». Результат матча 11-3. Теперь ребят ожидает три игры на выезде. Две в Ставропольском крае и одна в Чечне. После этого в конце июня они снова выйдут на родное поле, чтобы в очередной раз показать блистательную игру. Юлия Погосян, Александр Ильин, Наталья Буслаева. Видное ТВ.